СОВРЕМЕННАЯ И НОВЕЙШАЯ АРАБСКАЯ ИСТОРИЯ Часть первая. С именем Аллаха, Всемилующего, Милостивого, хвала Аллаху Господу миров, мир и благословения Посланнику Аллаха, Его Семейству и всем Его Сподвижникам. Мы начинаем с вами исторический цикл современной арабской истории, потому что истории свойственно повторятся. Несмотря на то, что эта тема вызывает много споров среди людей, но очевидно, что история в значительной степени может повторяться, так как некоторые события и обстоятельства, похожие на те, что произошли в прошлом, могут повториться. Если мы хотим предвидеть будущее, то должны возвращаться к истории, потому что они неразделимы, и тот, кто не учится на истории, не сможет предвидеть будущее. Поэтому мы вернемся на несколько прошедших десятилетий, поскольку их события все еще свежи в памяти многих людей. С победы западного колониализма над Османской империей, план разделения стран и контроля над ними был очевиден, а управление ими было передано этническим и религиозным меньшинствам, чтобы легче было ими управлять и направлять их так, как они хотят, и контролировать даже после окончания колонизации и ухода из этих стран. Чтобы понять, что произошло с разделением арабского региона на маленькие государства, нам нужно вернуться в Первой мировой войне, к концу Османской империи и к роли того, что известно как Арабская революция против османов, которая повлияла на расчленение региона и последствия этой революции, чтобы мы могли понять и осознать причины существования этих нынешних правительств или тех, которые были созданы на обломках Османской империи. И какова была цель их создания? В начале Первой мировой войны британцы стали подстрекать арабов против Османской империи, которая была в союзе с Германией против британцев и французов. Британцы пообещали арабам во главе с шерифом Хусейном, что как только османы покинут арабские земли, особенно Хиджас, Шам и Ирак, он будет коронован халифом этих земель. Исходя из этих обещаний, Хусейн ибн Али выстрелил одиночным выстрелом из своего ружья незадолго до рассвета 9-го Шаабана 1334 года по Хиджри, 10 июня 1916 года в Мекке, объявив начало восстания против османов. Целью революции, как указано в Дамасской декларации и в переписке Хусейна с Макмагоном, которая основывалась на декларации, было свержение власти Османской империи и создание арабского государства, охватывающего Аравийский полуостров, Шам, Ирак и особенно Нежд и Хиджас. Арабская армия революции под руководством Фейсела ибн Хусейна при содействии вооруженных племен добилась военных побед и сломила Османскую армию на всем фронте от Медины до Дамаска. Она смогла ускорить свое продвижение с вступлением британской армии под командованием генерала Эдмунда Алленби из Синая в Палестину и дальше до Эскендеруна. В конце сентября 1918 года турки оставили Дамаск и согласились на перемирие в Мудросе. А затем окончательно в сербском мирном договоре отказались от своих владений в Нежде, Хиджазе, Шаме, Ираке и Египте. Позже он был известен как Лазанский договор. Первая мировая война закончилась победой союзников над Германией и ее союзницей Османской империей и начался фактически раздел наследия Османской империи. После военной победы Арабской революции мнение склонилось к созданию союза или конфедерации арабских государств вместо единого арабского государства, которым должны были править хашемиты, где шерифу Хусейну ибн Али стал бы королем Аравийского полуострова, принц Фейсал – королем Сирии, а принц Абдалла – королем Ирака. Однако враждебность французов принцу Фейсалу и их оккупация Сирии помешали ему достичь своей цели. В конце 1918 года принц Фейсал был приглашен для участия в мирной конференции, состоявшейся после Первой мировой войны в Версале, Франция. Его заверили о благих намерениях в отношении Сирии, в то время как за его спиной они делили остатки Сирии и пересматривали соглашения с Айсапико о разделе наследия Османской империи между Францией, Британией и Россией. Под давлением принц Фейсал принял соглашение с Францией в лице ее премьер-министра Жоржа Климансо, известное как Соглашение Фейсала Климансо, основные пункты которого – французский мандат над Сирией при сохранении ее внутренней независимости, сотрудничество Сирии с Францией во внешних отношениях и финансах, аккредитация сирийских послов за рубежом при французских посольствах, признание независимости Ливана под полным французским контролем в границах, которые определяет союзник, без Бейрута. Организация друзов Хаурана и Галан – федерацию внутри сирийского государства. В конце июня 1919 года принц Фейсал созвал Всесирийский конгресс, который он считал парламентом Шама, и было объявлено о создании королевства Сирия. 8 марта 1920 года в Дамаске под председательством Хашима Аль-Атаси состоялся Всесирийский конгресс с участием принца Фейсала и членов правительства. Конгресс принял следующее решение. Полная независимость сирийских земель в их естественных границах. Избрание принца Фейсала ибн Хусейна конституционным монархом страны единогласно с титулом Его Величества. Государственный строй страны, гражданская парламентская монархия. Назначение гражданского королевского правительства. Отклонение сионистской декларации Бальфура о создании Палестины как национального очага для евреев или родины для их иммиграции. Отклонение британского и французского мандата над арабами. Отношения между Фейсалом и Гуро обострились после того, как Фейсал отказался от своего соглашения с французами и объявил о создании нового сирийского государства. Союзники отказались признать новорожденное государство и в апреле 1920 года на конференции в Сан-Ремо в Италии решили разделить страну на четыре зоны, согласно которым Сирия и Ливан переходили под французский мандат, а Иордания и Палестина под британский. Однако Ливан, Сирийское побережье и Палестина фактически не вошли в состав королевства, поскольку со времени окончания Первой мировой войны там находились войска союзников. Правительство и Всесирийский конгресс отвергли решение конференции Сан-Ремо и уведомили об этом страны союзников. Обострились отношения между генералом Гуро, главнокомандующим французскими войсками и мандатарием Франции в Сирии и Ливане, который предъявил королю Фейсалу ультиматум о подчинении решениям Франции. Однако дела пошли не очень хорошо даже после того, как король Фейсал подчинился ультиматуму по причине недобрых намерений союзников, особенно Франции. Французские войска двинулись на Дамаск, что вынудило военного министра Юсуфа Аль-Азму противостоять им. В неравном бою при Майсалуне между Францией и Сирией. В результате Франция оккупировала Дамаск и положила конец правлению Сирийского арабского королевства. Победа Франции привела к смерти Абдуллы Аль-Азми, а король Фейсал удалился в Ирак, чтобы объявить себя там королем. Что касается принца Абдуллаха Хусейна, то министр Британии Уинстон Черчилль предложил ему основать государство на востоке Иордании, на что тот согласился и переехал туда в 1921 году. И ему удалось основать королевство на востоке Иордании. Также шериф Хусейн потерял контроль над Хиджазом в пользу Абдул-Азиза Ибн Сауда, основателя Саудовского государства, а затем перебрался жить на Кипр, где и умер спустя несколько лет. Генерал Гуро сурово наказал сирийцев за сопротивление французским войскам в битве при Майсалуне, издав в 1920-1921 годах несколько указов, целью которых было разделение Сирии по конфессиональному принципу. Указы привели к созданию шести независимых государств. Государство Дамаск, Государство Халеб, Алавийское государство, Великий Ливан, Джабль-Ад-Друз. Эти напряженности и события произошли после раскрытия соглашения Саиса-Пико, на основе которого регион был реструктурирован заново с его искусственными границами, раздроблением его составляющих и разбросом его географии, чтобы облегчить его контроль и управление его ресурсами. Что такие Саис и Пико? И что это за соглашения? Это французский дипломат Франсуа-Жорж Пико и британец Марк Сайс. Они договорились и подписали меморандумы о взаимопонимании между министерствами иностранных дел Франции, Великобритании и тогдашней Российской империи. И правительства этих стран ратифицировали соглашения 9 и 16 мая 1916 года. Это был секретный договор между Францией и Соединенным Королевством при одобрении Российской империи и Италии о разделе плодородного полумесяца между Францией и Британией, а также определении сфер влияния на Ближнем Востоке и разделе Османской империи между этими странами. Соглашение отвело Британии территории нынешних Палестины, Иордании, Южного Ирака и порты Хаефы и Акры для обеспечения входа в Средиземное море. Франция же контролировала юго-восточную Турцию, Северный Ирак, Сирию и Ливан. Территория Палестины с меньшими границами, чем в последующем британском мандате, должна была находиться под международным управлением. Британцы пообещали евреям сделать ее их родиной в соответствии с декларацией Бальфора. Первоначальное соглашение использовалось в качестве основы для англо-французского временного соглашения, установившего рамки управления оккупированными вражескими территориями на территории Шама. В более широком смысле оно должно было косвенно привести к разделу Османской империи после ее поражения. Вскоре после войны французы уступили Палестину и Масул британцам. Британский мандат над Палестиной продолжался до 1948 года. Британский мандат над Ираком был заменен аналогичным договором с Ираком, а французский мандат над Сирией и Ливаном до 1946 года. Многие считают это соглашение поворотным моментом в западноарабских отношениях. Великобритания нарушила свои обещания арабам о создании единого арабского государства на территории Большой Сирии и Хиджаза в обмен на их поддержку против Османской империи. Условия соглашения были раскрыты после прихода большевиков к власти в России 23 ноября 1917 года. И его наследие до сих пор отбрасывает тень на текущие конфликты в регионе. До этого момента мы рассмотрели начало событий, которые впоследствии окажут огромное влияние на историю этого региона. Ясно видим, как покорность и обман со стороны Запада привели этот регион к еще большей зависимости и слабости, потере ресурсов и расколу народов, их вражде друг с другом и опоре на врага против друг друга. Увидимся с вами в следующем выпуске. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.